Рынки наконец-то успокоились, и котировки фондовых индексов, обвалившиеся накануне, развернулись и направились вверх. Что же произошло, как изменились торговые настроения и какие перспективы открылись для дальнейшего движения котировок валютных пар – вот тема сегодняшнего нашего видео. В то время как в Сенате США демократы и республиканцы сводят между собой счеты и откладывают принятие пакета стимулов в борьбе с коронавирусом, ФРС приняла на себя обязательство запуска программы количественного смягчения в безграничном размере. Федрезерв готов печатать деньги ради выкупа долговых обязательств, и, кажется, такое действие вселило таки оптимизм в инвесторов. Доллар начал отступление по всему спектру рынка. Индекс USDX, отображающий стоимость доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, спустился вниз к отметке 101.54. Также трейдеров успокоил и факт того, что правительство Германии все-таки поступило своими принципами. Так было принято решение отказаться от политики сбалансированного бюджета и ограничений на кредитование, и выделено 750 млрд евро на поддержку экономики. Это также повлияло на аппетит к риску на рынках. Котировка доллар-иена вновь пытается прорваться к обозначенной нами ранее цели на 111.98. Но даже в текущих условиях роста фондовых индексов осторожный настрой трейдеров все же сохраняется. На рынке готовятся к рецессии. Изучая траекторию графика пары доллар-иена, эксперты технического анализа отмечают формирование двойной сложной дивергенции, что дает основания ждать возобновления нисходящего движения к уровню 109.10. Тем не менее, спрос на риск сегодня довольно высок. Так, к примеру, австралийскому доллару удалось отыграть уже 1% у доллара США и подняться выше уровней коррекции Fibonacci на 0.5840 и 0.5950, что открывает путь к дальнейшему подъему к уровню 0.6895, к которому котировка будет идти в среднесрочной перспективе. Пока же ждем промежуточных целей на 0.6000 и 0.6100. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!